МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Главные события жизни региона, актуальные комментарии, важные итоги прошедших семи дней. Наши корреспонденты постарались увидеть суть, не упустив ключевых деталей. Здравствуйте. Двойной интерес. Беларусь и Украина будут вместе бороться с последствиями чернобыльской трагедии и укреплять экономические связи. Президенты двух стран провели в Гомельской области переговоры. Работа есть, квалификации нет. На трудовом рынке региона вакансий больше, чем соискателей. Но многие так и не могут устроиться. В чем проблема, выясняли наши корреспонденты. Изюминки телекухни. Мы продолжаем цикл сюжетов о проектах телерадиокомпании Гомель. На этот раз в объективе ток-шоу, спецрепортажи и телеочерки. Подробнее об этих и других событиях недели в ближайшие 26 минут. На этой неделе мир в очередной раз вспоминал аварию на Чернобыльской АЭС. Самую страшную техногенную катастрофу нашего времени. От выпадения радиоактивных осадков пострадали 17 стран Европы. Но главный удар пришелся на Украину и Беларусь. Поэтому 26 апреля – особый день для наших стран. И закономерно, что президенты Украины и Беларуси в этот день приняли участие в совместных мероприятиях, посвященных 31-й годовщине трагедии. Не случайно и то, что Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели переговоры на территории Гомельской области. Наш регион понес от аварии колоссальный ущерб. Агрогородук Лясковичи сегодня способен поразить любого. С высоты птичьего полета панорама впечатляет еще больше. Именно такой пейзаж увидели президенты, когда подледали к агрогородку на вертолете. Лясковичи – отличный пример того, как из малоперспективного населенного пункта сделать современную деревню. У нас была песчаная деревня, и кроме соснового леса, в принципе, здесь не хотело ничего расти. А теперь посмотрите, за последние десятилетия, насколько изменилась наша деревня. Здесь приятно находиться, мы гордостью рассказываем, что мы жители деревни Лясковичи. И приглашаем себе гостей, потому что есть что показать, есть на что посмотреть. Восстановить жизнь в пострадавших регионах и обязательно сделать ее безопасной. Президенты Беларуси и Украины убеждены. Сегодня это одна из главных задач для обеих стран. 31 год наше государство прикладывает значительные усилия в этом направлении. Во время встречи с жителями Лясковичей Александр Лукашенко вспоминает свои первые поездки в регион. Первый раз, когда я сюда приехал, это были пески, бездорожье. Но самое страшное было то, что люди меня попросили хлеба. Не хватало хлеба в свое время. И я поручил военных, чтобы они немедленно на полесе перебросили по лешукам все кухни военные, которые были, которые выпекают хлеб. И когда я приехал через два года, люди меня благодарили за что? Что они каждый день могут это попробовать себе жить мне. Сегодня, конечно, жизнь другая, не без сложностей, не без трудностей. И как улучшить эту жизнь, мы с Патроном Алексеевичем будем обсуждать проблемы, чтобы эта жизнь была лучшим украинцам и белорусам, особенно здесь, при граничье. Сегодня в Лясковичах проживает 875 человек. Последние 12 лет эта цифра имеет тенденцию к увеличению. Для подрастающего поколения современный детский сад, инфраструктура в агрогородке на уровне, магазины, учреждения, культуры, банки – все как в городе. С работой особых проблем нет. Большинство местных жителей трудятся в Национальном парке Припятский. Все, кто приходит к нам на работу, мы их трудоустраиваем. В настоящее время у нас еще несколько мест вакантных, поэтому если население приходит или рабочие приходят со стороны, мы в обязательном порядке их трудоустраиваем. Рабочие работают из четырех районов – это Лельческий, Петриковский, Житковицкий и Калинковицкий районы. В Лясковичах Александр Лукашенко и Петр Порошенко говорили не только на тему Чернобыля. Затронули экономическое сотрудничество. Оно пока хуже, чем было несколько лет назад, но есть положительная динамика. В прошлом году взаимный товарооборот увеличился на 12% и достиг 4 миллиардов долларов. Беларусь – четвертый по значимости торговый партнер Украины. Украинцы покупают белорусские пищевые товары, белорусские трактора, белорусские автомобили, белорусские нефтепродукты. И белорусы покупают продукцию сельского хозяйства, термовой продукции, продукцию химической промышленности, черной металлургии. И когда был спад, мы договорились и пожали руки с Александром, чтобы сделаем все от нас зависящее, чтобы взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами развивалось. Сегодня мы договорились о том, что мы сделаем легче и поездки друг в друг. Граница должна быть символом дружбы, символом мира, символом товарищества и партнерских отношений между нашими странами. Мы с нетерпением ждем в гости каждого из вас. Более предметно об экономике президенты говорили уже в резиденции белорусского лидера в Лясковичах. Сделать все возможное, чтобы люди жили лучше – это принципиальная позиция обоих руководителей. Поэтому было решено активизировать работу по созданию новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. Приоритетным должно стать взаимодействие в промышленности, в нефтехимическом комплексе, аграрной и транспортно-логистической сферах. Во время переговоров главы государств обсудили конкретные проекты двухстороннего партнерства. Правительством поручено максимально эффективно использовать имеющиеся инструментарии для поддержки связей между предприятиями Беларуси и Украины, активизировать межотраслевое сотрудничество. Чернобыльская тема на уходящей неделе стала действительно главной. Авария на ЧАЭС нанесла колоссальный экономический ущерб. Но куда страшнее то, что она изменила многие человеческие судьбы. В самых пострадавших районах области 26 апреля почтить память жертв трагедии вышли представители власти, общественные активисты и обычные люди. Подробнее об этих и других важных событиях уходящей недели в обзоре моих коллег. В Гомеле церемония возложения цветовой траурной панихиды по погибшим героям Чернобыля состоялась в храме Орхистратига Михаила. В Брагине прошла встреча ветеранов милиции и ликвидаторов аварии, после чего участники памятного митинга направились в Хойнике, чтобы возложить цветы к мемориальной доске на здании районного отдела внутренних дел. Хойникский район посетили и активисты областного объединения профсоюзов, о трагическом прошлом вспоминали во время траурного митинга. Также активисты общественной организации посетили Полесский радиационно-экологический заповедник, вручили подарки и нагрудные знаки 110 лет профсоюзному движению Беларуси местным жителям. Тем временем Белорусский фонд мира организовал поездку в Ельские и Наравлянские районы. Участники акции провели траурные митинги и возложили венки к памятным местам. Также они встретились с ликвидаторами аварии и посетили выселенную деревню. Экономическая ситуация в Гомельской области улучшается. Такой вывод можно сделать по итогам заседания областного исполнительного комитета. Из шести основных показателей по итогам первого квартала года не выполнен только один. Это связано с неритмичностью поставок сырья на Мозырский НПЗ. Вместе с тем количество убыточных предприятий сократилось на треть. Это лучший показатель в Беларуси. Среди основных задач на этот год – привлечение в хозяйственный оборот неиспользованного имущества. Кроме того, некоторым районам поручено активизировать работу по экспорту товаров и услуг. В Гомеле прошло торжественное собрание, на котором вручены свидетельства победителей социально-экономического соревнования по итогам прошлого года. На областную доску почета занесены названия 49 административных территорий, предприятий и организаций. Среди победителей по итогам работы за 2016 год – город Гомель, а также в своих номинациях – Светлогорский, Житковический, Брагинский и Речицкий районы. Кроме того, среди лучших – акционерное общество «Гумсельмаш», Туровский молочный комбинат и совхоз «Комбинат Заря», Калинковический молочный комбинат и Гомельский химический завод, предприятия «Мозорь-Соль» и Институт механики металлополимерных систем. Первомай в Белоруссии – это прежде всего чествование людей труда. Даже несмотря на проблемы в экономике, в прошлом году по уровню зарплаты Гомельская область заняла второе место в стране. Но, по мнению властей, это не исключает необходимости продолжения работы по сокращению безработицы, дальнейшему росту зарплат и сохранению стабильности цен. Председатель Белтеля радиокомпании Геннадий Давыдько провел в Гомеле встречу на тему взаимодействия общественных формирований и СМИ. Разговор с участием представителей местных властей, политических партий, общественных организаций, профсоюзов и средств массовой информации состоялся в областном объединении профсоюзов. Сейчас в Гомельской области более 450 общественных и политических формирований. Их деятельность координирует специальный совет. Нередко СМИ выступают не только в качестве информационных партнеров объединений, но и как полноценные соорганизаторы проектов. Пример тому акция «От чистого сердца». Ее провели телерадиокомпания Гомель и региональное отделение общества Красного Креста. В целом сотрудничество СМИ и общественных организаций – взаимовыгодный процесс, который рассматривается в контексте консолидации гражданского общества. В Гомеле прошел первый областной форум замещающих семей. На одной площадке собрались специалисты со всех районов, чтобы ответить на актуальные вопросы и определить существующие проблемы для их дальнейшего решения. Воспитание детей в замещающих семьях имеет ряд преимуществ перед их содержанием в домах-интернатах. Но универсального подхода нет. С одной стороны, домашняя ласка и забота – безусловный плюс. Но не каждый может создать такую атмосферу в семье. Именно поэтому один из основных вопросов на форуме – подбор кандидатур в приемные родители. В Гомельской области более 80% сирот и детей, которые остались без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях. По этому показателю наш регион среди лидеров в стране. Новое месторождение нефти обнаружили в Жлобинском районе. В пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси сообщили, что по предварительным данным геологические запасы новой залежи составят от 350 до 800 тысяч тонн. Более точную оценку специалисты дадут после завершения испытаний. Кстати, в начале этого года было открыто еще одно месторождение черного золота. Оно находится в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. И получило название «Угольская». К слову, именно на территории нашей области находится свыше 90% разведанных в Беларуси запасов нефти. До сих пор в стране самым крупным остается Речицкое месторождение. Специалисты оценивают неразведанные запасы нефти в 178 миллионов тонн. Следует отметить, что, выполняя поручения, главы государства интенсифицируется и добыча нефти. И можно сказать, что уже с этого года, с 16-го даже начиная года, уже начался такой, хоть и пока и небольшой, но подъем увеличения добычи нефти. Разведаются новые месторождения. За последние годы, вот и в последний год, как раз на новых месторождениях обеспечена большая добыча, которая позволила нарастить эту добычу. Еще одним направлением, очень актуальным, если говорить о геологии, является экспорт геологических услуг. И как раз и Гомельская область уже предприятие, Гомельская область осуществляет эту деятельность. В целом, по стране, мы планируем увеличить объем экспорта геологических услуг. Но это имеется в виду и бурение, это и сервисные услуги в области геологии. К 1 мая местные власти и служба занятости должны были выполнить поручение президента предложить рабочие места всем безработным. При этом, выступая 21 апреля, с посланием белорусскому народу и парламенту, глава государства отметил. Безработные граждане прежде всего сами должны стремиться трудоустроиться, а задача государства им в этом помочь. Наши корреспонденты поинтересовались, как решают этот вопрос в Ельском районе. И убедились, даже в небольших регионах сегодня заявленных вакансий больше, чем официально зарегистрированных безработных. Проблема только в том, что люди не всегда имеют необходимую квалификацию. Официальный уровень безработицы в Ельском районе 1,3% при доведенном задании в 2%. Ситуация на рынке труда характеризуется как стабильная. За последние 12 месяцев при содействии службы занятости трудоустроено 72 человека. На данный момент официальная цифра по безработным 88. При этом свободных вакансий почти в два раза больше – 150. Главная проблема, что многие из тех, кто желает найти работу, не имеют необходимой квалификации. У нас проект по установке солнечных батарей. Организация заявила о потребности в 14 инженерах с опытом работы в строительстве, о потребности 27 монтажников высокоразрядных, это пятый разряд, которых у нас на учете не состоят, машинисты, своебойных машин и электромонтеры. Среди предлагаемых вакансий 56% составляют рабочие специальности. На рынке труда востребованы операторы машинного доения, животноводы, трактористы-машинисты, продавцы, слесари, лесоводы и водители автомобиля. Также требуются инженеры различных профилей и специалисты для работы в медицинской сфере. Проблему нехватки профессиональных кадров на Ельчине постепенно решают. Всем желающим предлагают пройти обучение или переподготовку. И некоторые уже успели воспользоваться такой возможностью. Профессиональное обучение было направлено 4 человека по таким специальностям, как основы предпринимательской деятельности, повар, электромонтер и вальщик леса. В настоящее время мы тоже сотрудничаем с нанимателем Ельского района. По заявкам нанимателей планируем отправлять в 2017 году вальщиков леса и также машинистов, кочегаров, котельной. Кроме этого, в нынешнем году один житель района воспользовался безвозвратной субсидией на сумму почти в 2000 рублей для организации собственного дела. К слову, развитию предпринимательства особое внимание. С каждым годом растет вклад бизнесмена в бюджет и, как следствие, появляются новые рабочие места. Доля их в бюджет района составляет более 26%. Где-то в начале 2010-2011 годов она составляла 10-12%. Если говорить про трудоустройство, то в 2016 году в Ельском районе было создано 52 рабочих места, половина из которых в частном секторе экономики. Всего же в сфере малого и среднего бизнеса задействовано около 1700 человек. Для сравнения, в 2010 году было всего 500. Один из самых опытных бизнесменов в районе – Андрей Коленник. Около 10 лет назад предприниматель открыл магазин по продаже автозапчастей. Спустя несколько месяцев по соседству построил станцию технического обслуживания. А два года назад решил актуальную проблему для района в связи с увеличением количества автотранспорта. Открыл первую диагностическую станцию. Очень хороший коллектив, слаженный, высококвалифицированные специалисты работают, прошедшие подготовку. В планах открытие и первой автомойки, что также позволит создать дополнительные рабочие места. Однако ее необходимость в районе бизнесмен пока изучает, и поэтому говорить о реализации проекта пока рано. Тем временем на градообразующем предприятии Ельщины, мебельной фабрике, решили свои экономические проблемы и с уверенностью смотрят в будущее. Еще год назад перспективы были не столь радужные. Отрицательная рентабельность и малоэффективная реализация продукции не внушала оптимизма. Но с появлением нового руководства экономические показатели стали постепенно улучшаться. На сегодняшний день рентабельность предприятия составляет 118%, что на 33 больше, чем в прошлом году. Экспорт за последние 12 месяцев увеличился в 4 раза. Более половины выпускаемой продукции направляется к зарубежному потребителю. В планах достичь большего. Задача на ближайшее будущее – оптимизировать затраты предприятия, снизить себестоимость продукции и увеличить прибыль. Кроме этого, планируется создать новые рабочие места. Сейчас же на мебельной фабрике трудятся 170 человек. Мы планируем увеличивать рабочие места, но увеличивать рабочие места – это будем только с увеличением объема производства. Значит, при нахождении новых рынков сбыта, при нахождении новых партнерских заключенных договоров, в этом году мы уже ввели два новых рабочих места. Будем идти к тому, чтобы обеспечивать Ельский район новыми рабочими местами и достойной заработной платой. Как мы смогли убедиться лично, работы в Ельском районе хватает. И найти ее сможет каждый. Было бы для этого желание. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. Мы продолжаем цикл сюжетов о проектах телерадиокомпании «Гомель», приуроченной к Международному дню телевидения и радио. Сегодня расскажем о самых популярных. Ток-шоу, спецрепортажи и телеочерки – это изюминки телекухни «Беларусь-4». Для того, чтобы сделать качественный проект, наши коллеги устраивают из эфирной студии концертную площадку, проезжают сотни километров, снимают в местах, куда сложно попасть обычным людям. Мы готовы сделать все, чтобы вам было интересно. Подробнее в нашем следующем сюжете. День за днем множество событий, но нас интересует главное то, что касается каждого. Ток-шоу – главная тема. Десятилетие студии областного телевидения на Пушкино-8 – место встречи компетентных специалистов, топовых экспертов и жителей Гомельщины. За время существования проекта не раз менялись его названия, оформление студии и даже ведущий. Неизменным осталось одно. В центре внимания только главные темы – события, проблемы, достижения региона. Новый телесезон обновил и наполнил ток-шоу. Сегодня это главная тема. В череде событий, достижений и проблем есть главные. Именно их нужно выделить, провести анализ. Теперь к дискуссии в студии подключается еще больше экспертов. Не забывают журналисты и про щепотку шоу. К примеру, в одном из выпусков студия трансформировалась под концертную площадку. На месте гостей – оркестр в полном составе. Самая подходящая атмосфера для разговора о классической и современной музыке. Представить телезрителям достоверную информацию о качестве белорусских товаров – от пищевой и легкой промышленности до мебельного и высокотехнологичного производства. Такую задачу перед собой ставит творческая группа программы «Знак качества», которая вот уже второй сезон выходит в эфире «Беларусь 4». За это время порядка 20 предприятий региона раскрыли телезрителям свои секреты. Можете посмотреть. Качество моцареллы зависит от белка, молока. Где на Гомельщине делают самый настоящий итальянский сыр? Как в Добруши создают фарфоровое кружево, что входит в состав знаменитых спартаковских вафель? Как гомельские ювелиры превращают алмазы в бриллианты? И какую продукцию химиков нашего региона можно встретить в космосе? Чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, создатели телепроекта «Знак качества» отправляются в сердце самых знаковых производств региона. Туда, куда посторонним вход воспрещен. Проводят виртуальные телеэкскурсии по предприятиям, пробуют на вкус новые продукты, показывают и рассказывают телезрителям, как это делается. Всю Гомельскую область исколесила съемочная бригада программы «Земля наша» для того, чтобы познакомить телезрителей с тем, как живут и работают люди за пределами областного центра, в городах и сельской местности. Куполинка, Куполинка, темная ночка. В 2017-м «Земля наша» вышла в эфир в обновленном формате. Теперь каждый выпуск посвящается одному району Гомельщины. Промышленный сектор, сельское хозяйство и социальные проекты, благоустройство и сохранение историко-культурного наследия – такова тематика программы. Однако главное богатство земли нашей, уверены создатели проекта, это интересные и талантливые люди. И с этим сложно поспорить. По традиции в конце итогового выпуска новостей мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. С ними нас познакомит наш обозреватель Вероника Ворошилина. Она сейчас на связи со студией. Вероника, здравствуйте. Чем вам запомнилась уходящая неделя? Здравствуйте, Дмитрий. Неделя была действительно яркой и подарила немало интересного. В Гомеле с благотворительным концертом выступил Алсенский казачий хор из Голландии. В исполнении зарубежных артистов со сцены городского центра культуры звучали преимущественно казачьи песни на русском языке. А во дворце Румянцевых и Паскевича открылась выставка, которая рассказывает о судьбе и тайнах известного княжеского рода радивилов. На ней представлены живописные графические портреты, миниатюры, награды и много других уникальных экспонатов. Не переключайтесь в ближайшие несколько минут об этом и не только наш культурный обзор. В Гомеле с благотворительным концертом выступил Алсенский казачий хор из Голландии. Вот уже 10 лет этот коллектив с большим успехом принимают в Европе. Руководитель хора, талантливый музыкант, бывший гомельчанин Аркадий Ганкин. В исполнении зарубежных артистов со сцены городского центра культуры прозвучали казачьи песни на русском языке. Выставка «Радивиллы. Судьбы страны и рода» открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей. Здесь представлена коллекция польского предпринимателя и общественного деятеля Матея Радивилла, который на протяжении 20 лет собирает предметы, рассказывающие о его знаменитых предках. Это живописные графические портреты, миниатюры, медали из драгоценных металлов, предметы ткачества, в том числе шелковый слудский пояс XVIII века. Неделя выдалась по-особенному богатой на юбилейные события. В Гомельском областном драматическом театре состоялся торжественный вечер заслуженного артиста Республики Беларусь Юрия Фейгина. Свой 70-летний юбилей маститый актер встретил на сцене, исполнением главной роли в «Трагефарсе» «Очаровательный сон». А тем временем на сцене Гомельского городского молодежного театра в кругу друзей по творчеству и жизни блистала талантливая актриса Галина Анчишкина. В свой юбилей она исполнила главную роль в премьерном спектакле «Странная миссис Сэвидж». В этот вечер ведущего мастера сцены зрители одарили по-особенному бурными аплодисментами и овациями. Неделя также отметилась рядом тематических мероприятий, посвященных 31-й годовщине чернобыльской трагедии. К примеру, в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина школьникам показали спектакль «Далекий дивный свет». Это трогательная история жизни людей, которые после чернобыльской катастрофы остались верны своим родным местам. Спектакль основан на личных воспоминаниях автора сценария, ученого-секретаря областной библиотеки Юрия Максименко. Постановка реализована народным любительским театром «Грачи». Простые жители белорусского села озабочены теми же бедами и невзгодами, что и все. Только через увеличительное стекло Чернобыля их переживания приобретают более пронзительные оттенки. Однако в спектакле теплится светлая надежда на будущее. Здесь определенно есть место для веры, надежды и любви. А в кинотеатре «Мир» прошел спектакль «Реквием. Все это было не во сне», посвященный теме чернобыльской трагедии. В кинозале звучали трогательные стихи и песни. Школьникам показали кадры документальной хроники. Перед подрастающим поколением выступил один из ликвидаторов посредствия аварии на ЧАЭС. Подростки узнали о том, как проводилась эвакуация людей и дезактивация территорий, загрязненных радиоактивными выбросами. Следующая неделя обещает быть не менее щедренное и интересное культурное событие. В Гомельском городском фонда культуры состоится концерт «Мировые рок-хиты» на виолончелях в исполнении талантливой российской группы «Рок-челос». А юных жителей Светлогорщины ждет увлекательная программа с многочисленными творческими площадками, конкурсами, спортивными состязаниями и концертными выступлениями. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за культурными событиями региона вместе с нами и будьте в курсе всего самого интересного. Обзор подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших 7 дней. Мы следим за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова